Вы смотрели фильм Паланский? Призрак. Очень интересный фильм, правда? У главного героя нет имени. Он писатель. Он попадает в такие условия написания мемуаров. Когда предшественники его погибают, за ним следят, он пытается уйти. От погони. Его чуть не убивают так же, как предыдущего писателя. И он разгадывает политическую загадку убийства премьер-министра на писателей его мемуаров и кто за всем этим стоит. Его зовут просто Призрак. По крайней мере, он так сам себя называет. Ничего не известно о нем. Но в конце фильма он предстает таким образом, что тоже неизвестно, что с ним случилось. Но предположительно, что его убивают. Сам сюжет фильма политический. Видимо, все, кто вмешивается в политику, приобретают именно такой конечный результат. Предыдущий писатель мемуаров Майк Макара обнаружен мертвым на берегу острова. Как он туда попал? Ведь по новосмым сводкам он упал с парома пьяный. Но сторожил, который живет на этом острове, рассказал, что труп причалил к берегу. Его здесь обнаружили. И обнаружила его женщина, которая теперь лежит в коме, так как вчера она невероятным образом упала с лестницы и сильно ударилась, после чего впала в кому. Что это было? А ведь женщина рассказывала, что труп, упавший с парома, никак не мог пристать к этому берегу, потому что она живет здесь очень долго и знает течения, происходящие здесь. Значит, его убили. И этот убитый Майк Макара был первым написателем мемуаров, которые теперь продолжает наш призрак. Смерти проходят на протяжении всего фильма. Они проходят по политическому сюжету. И вот в чем его суть. Премьер-министр Великобритании замешан в скандале с ЦРУ. Уходит в отставку, по крайней мере, предполагает в каком-то времени и задумывается о мемуарах. Тот писатель, предыдущий призрак, он призрак пера, выполняющий за премьер-министра это действие, написание его мемуаров, погибает. погибает. Погибает неочевидной смертью, предполагается, что он напился, упал в воду и утонул. И на его место вступает Макгрегор. Это новый призрак, главный герой без имени. Он преследуется какими-то неизвестными личностями, его избивают. Он чувствует угрозу своей смерти, но в конце концов раскрывает политическую тайну путем собственной неизвестной кончины. Смерти происходят, как я уже сказал, на протяжении всего фильма. Кто такой призрак? Холостой, он зарабатывает на жизнь мемуарами. Он опытен и виртуозно владеет пером. Именно поэтому ко второму главному герою Адаму Ленгу, премьер-министру Великобритании, его приглашают, чтобы призрак написал его мемуары. Да-да, и МакГрегор, наш призрак, наш новый писатель, продолжатель мемуаров, пользуется предыдущими мемуарами Майка Макары, который, видимо, был убит. МакГрегор, призрак, подозрительно смотрит на всю эту ситуацию. Он не верит никому и пытается понять, в чем же суть мемуаров. Ему удается получить эту стопку больших листов, где Макара расписал всю жизнь политика, так, как это следовало сделать для печати. политик этот Адам Лэнг. Читая книгу про Адама Лэнга, Майка Макары, наш призрак, видит, что это набор полный билиберды. Там есть все, что угодно, только не суть происходящих с этим политиком событий. подозрений много, но никакой нити, за которую можно ухватиться. Наш призрак ее ищет. Невероятным образом он попадает на тот же паром и за ним невероятным образом приезжает неизвестная машина с неизвестными людьми, от которых он бежал. Он попадает в ту же ситуацию, как Майк Макара. Он оказывается на пароме и чувствует, что ему угрожает смерть. Не желая быть выкинутым с парома и обнаруженным убитым либо на берегу острова, либо еще где-то, потому что якобы он напился, либо с ним случился несчастный случай. Он бежит со своей машины, бежит в поисках разгадки тайны. Кто такой? Адам Лэнг? Что стоит за его действиями? Какой секрет написания Майка Макара биографии Адама Лэнга? И в чем угроза этой книги мемуаров для каждого писателя, который берется закончить мемуары Адама Лэнга? Знакомство призрака с мемуарами Майка Макары начинается в ультрасовременном жилище на острове. Он начинает разбираться в отношениях обитателя острова и понимает, как холодны отношения экс-премьера Адама Лэнга с его женой Руфь. Он видит Адама Лэнга как самодовольного политика, изменяющего своей жене с секретаршей. Приезд призрака на остров совпадает и с политическим скандалом, который везде в каждой комнате показывает телевизор. Бывший министр Лэнга обвинил его в незаконной передаче обвиняемых в терроризме в руки ЦРУ, где их мучают и издеваются под пытками. На острове налетела толпа репортеров. Чтобы замять скандал, Лэнг с секретаршей уезжают с острова, оставив на ней только нашего призрака и свою жену Руфь. писатель остается наедине с Руфь женой политика. Умной энергичной женщиной это просто кистерва. Она одержима своими собственными планами. Это видно по ее стервозности и желанием трахнуть писателя. Она ложится с ним в постель. Что она хочет? Что преследует? Явно здесь что-то не то. Рукопись мемуаров, с которой приходится работать призраку, ни о чем не говорит. Сколько бы он ее не читал. Он пытается оживить текст, докопаться до истины, но напрасно. Призрак пытается ответить себе на такие вещи. Что толкнуло бесшабашного бывшего кембриджского студента Адама Ленга к политике? Сам он говорит, что его жена Руфь занималась политикой и только ради нее он этим занялся. Но это полное вранье. Призрак обнаруживает, что это совершенно не так. И в этой комнате, оставшись наедине с мемуарами Майка Макары, запертый охраняемый, он вдруг случайно в ящике на дне обнаруживает скрытый тайник Майка Макары, в котором есть всевозможные документы, проливающие свет на раскрытие этой тайны и какой-то номер телефона. Но как они это сделают? Как разгадает призрак этот хитросплетение? Представит об этом еще увидеть в дальнейшем. конечно же мемуары будут изданы и подпишет ее в печать наш призрак. Но никакая разгадка не будет раскрыта. Она печатается только потому, что за нее заплачены призраку деньги и она должна быть издана. Что интересно во время презентации и рукописи вдруг до признака до призрака доходит страшная загадка. На протяжении всего фильма он слышал слышал от многих героев повествования что смысл всей этой книги именно в начальных листах именно в самом начале. Он хватает эту рукопись бежит в отдельную комнату и начинает снова ковыряться уже в 20 раз проверенных и отредактированных листах. И вот оно. Он находит эту разгадку. Она в загадке заглавных слов первых листов. И получается, что все, что он расследовал, все эти хитросплетения не имели никакого отношения к сути происходящих событий. Но до того, как в конце фильма дается четкий ответ, кто же настоящий государственный преступник в политической сфере Адама Ленга, он полностью запутывается. наш призрак полностью запутавшись, кто и что убивает всех тех, кто приступает к написанию мемуаров. И о чем говорят эти мемуары. В середине фильма он запутывается и не верит никому до такой степени, что в конце концов решается на откровенный разговор с Адамом Ленгом в самолете. Он говорит ему, почему вы преступник Адам Ленг? Он говорит ему, почему вы вступили в сговор в ЦРУ, почему вы выдаете им секреты политики и тем самым потворствуете пыткам людей в специальных тюрьмах с издевательствами, на что Адам Ленг возмущается. почему призрак решился на этот разговор? Да потому что он не находил ответов и не верил ни во что, что ему говорили вокруг. Разговор в самолете это кардинальная центральная встреча между Адамом Ленгом и призраком, которая все-таки не дает ответов ни на какие вопросы. Адам Ленг возмущен, что его оскорбляют. Этот лицемерный политик, лицемерный человек проявляет настоящее негодование по поводу того, что его обвиняют в преступлении. И загадка эта на данном этапе остается неразгаданным, потому что самолет садится, Адам Ленг выходит из самолета и его тут же расстреливают. О, чудо! Все, что предсказывали мемуары, все, что предсказывала общественность, случается. Преступник, политический преступник Адам Ленг выходит, его убивают. Казалось бы, концовка предрешена. Однако призрак не верит и этому. И именно поэтому уже ближе к концу фильма он берет рукопись и снова ковыряется в мемуарах и тогда ему приходит просветление. Он видит в начальных строках этих мемуаров написан преступник, его имя, кто это, кто работает на ЦРУ и кто настоящий политический преступник. осенённый этой идеей призрак выбегает на улицу с большой стопкой мемуаров с листами книги Майка Макары убегает за кадр и на пустом кадре слышен крик вопли видимо призрак убит и листы мемуаров Майка Макары разлетаются по улице предполагается не будучи собранным и загадка умирает вместе с призраком. политические загадки никогда не будут разгаданы прежде чем не умрут все кто владеет разгадками политических преступлений.